Начальные классы 64-й школы откликнулись на зов джунглей. В пришкольном лагере состоялась тематическая спортивная игра с таким названием. Ребята, это почти сотни школьников, разделили на семь команд хищников и травоядных. Тигры! Так тигры у нас кто? Травоядные или хищники? Соответственно, ваши где? Глянь, на какую надо залезть? Где висит что? Классы! На каждой станции свое задание. Например, одной рукой повесить платок на прищепку. Задача сделать все не на скорость, а на качество. Потренировать координацию. На другой станции под названием «Черепаший остров» нужно пройти с тазиком на спине и не уронить его. Давай, давай, давай! Еще одна станция позволяет потренировать воображение актерской способности. Один ребенок изображает животное, другие угадывают. В итоге весело всем. За каждое правильно выполненное задание начисляют баллы, бананы или косточки. В итоге победит команда, которая наиболее чисто пройдет все испытания. Сложно было залезать на шест и дотрагиваться до банана. Ну, остальное все было просто. Мне очень понравилось, было весело. Мне тоже очень понравилось, но было трудно залежать туда на шест и было трудно проходить, чтобы не задеть колокольчики. Подобных мероприятий в пришкольном лагере проходит много. Ребята здесь не скучают. Говорят, что это намного интереснее, чем сидеть дома. Много здесь мероприятий. Ходим в театры, цирк, скоро пойдем. Дома не так весело. Здесь больше мы гуляем, занимаемся спортом и сделаем зарядку. Да и родители рады такому досугу, ребят. Тем более, что он по карману любой ивановской семье. Городские власти выделяют на каждого ребенка в день 110 рублей на организацию питания. И 20 рублей всего-навсего идет дотация родителей на питание. Питание в лагерях двухразовое. Завтрак и обед. Очень полноценное питание, богатое. Фрукты, соки, мясные изделия всевозможные. То есть очень вкусно. У нас повара готовить стараются. Ребяткам нравится. Особенно, когда нагуляются в обед, а не остается ничего. Что касается соревнований, то на этот раз лучше всего с заданиями справилась команда «Леопарды», которой удалось заработать 70 косточек. Но победила, конечно же, дружба. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.